Всем привет, с вами MegaSeries12, и мы продолжаем проходить игру Aqua Deluxe GT, точнее, как продолжаем, мы её вознобновляем, то есть я проходил первые, точнее, я отснял две серии по этой игре, но по каким-то причинам я уж не помню, забросил. Но в этот раз я хочу взяться за неё всерьёз, она не такая уж и большая, в принципе, 5-7 серий, я думаю, полное прохождение уложится. И вот у нас приходит сообщение, на клавишу её мы нажимаем, и нам предлагают заработать денег. В общем, если вы смотрели те два видео, то помните, там вся суть, это выигрывать гонки на лодках и, в принципе, всё. Ну вот, вся суть игры, это вот по катушке на лодках, но достаточно прикольно это сделано. Помимо этого, и помимо гонок, есть ещё перевозка пассажиров вне гонок, либо поиск сокровищ, также различные спонсоры, различные лодки и улучшения, то есть, в принципе, всё, что надо, есть. Напоминаю, что игра это российского производства, насколько я помню, поэтому многого ждать от него не стоит, но на удивление вышло достаточно хорошо. Так, и вот у нас первое, как бы, задание, оно не обязательное, но без него никак, нам надо заработать денег. Также вот можно вот так прыгать на трамплинах. Ну, как-то сейчас пока не очень получилось, лодочка у нас, сами видите, какая. Ну и чё, сейчас мы пособираем сокровища и прокачаем нашу лодочку, я думаю, будет вполне неплохо. Как уж там какие-нибудь клавиши, а вот он как. Можно виды камеры менять. Не, ну достаточно атмосферная игра. Чисто так, слабонно, 1-2 вечера, в жаркую погоду, можно словить от этой игры. Так, и вот мы сейчас взяли крест на поиск сокровищ. Ну, сейчас тут, что мы вот так вот плаваем на вот таком вот медленном баркасе и собираем вот такие монетки. Так, ну там серебряная монетка, она мало денег даёт. Сейчас надо собрать, в общем, где-то баксов 700, у нас пока их 100. Ну, можно также перевозить пассажиров, не суть. Важно. Так, главное не застрять на этом баркасе, потому что он медленный. Это ужасно. Вот эти вот бриллианты, которые вон там вдали, они больше всего денег дают. Но я боюсь, мы не проплывём через вот эти вот деревяшки. Давайте попробуем развить скорость. Вот 42 километра в час. 43. Всё, мы встали. Можно было даже не пытаться. Поэтому клавишей R восстанавливаемся. Так. Также у нас есть вот такой вот смартфончик. Тут у нас статистика игры есть, фотоальбом. Но мы его ещё не пополнили ничем. Также письма, которые будут нас вести по ходу игры с помощью этих писем. Музыку можно выбрать, тут аж 28 писем. Причём достаточно таких, ну, качественно подобранных. И, разумеется, картам. Ну, разумеется, помимо этого региона, это мы сейчас в России как бы плаваем. Есть ещё Греция, Карибы и какие-то там вообще-то как-то острова. Но начинаем мы, как вы видите, с России. Такой город у реки. Называется он, по-моему, Петровка. Так, плюс 100. Но нам этого всего мало. 200 баксов это очень мало. Надо ещё больше денег. Но, с другой стороны, как-то я уже зомучился. Собирать эти вклады. Так, я думаю, на Крамплин это вообще не стоит лезть. Чем хорошим это не закончится. Ну, давайте вот ещё вот эту монетку заберём. И, наверное, займёмся лучшей переводкой пассажиров. Так же тут можно летать на гидроплане, но в этом городе такой возможности нету. Ладно, хорош, прекратить задание. И давайте поперевозим пассажиров на более быстрой лодочке на нашей. Такой вот у нас катер сейчас. Тут так же, как вы видите, под спидометром есть такие огоньки в виде огня. Это закись азота, как вы, наверное, уже догадались. Даже такая штука, как ускоритель, здесь и есть. Так же есть некое подобие круиз-контроля. Ух ты, 175 долларов. И плюс этот клиент будет рад прыжкам. То есть, если мы попрыгаем на трамплине, нам доплатят. Разумеется, мы попрыгаем на трамплине, а почему бы, собственно, и нет. Только надо его найти. Ну, графика на любителя, конечно, я бы не сказал, что она плоха. Она очень даже неплоха. Причём, учитывая, что игра очень старая. Наверное, она вышла где-то на 1-2 года позднее, чем Моровин. А Моровин, сами понимаете, игра очень старая. А тут вот, в принципе, уже достаточно красочная картинка. И, тем более, не забывайте, разрабатывалась она в России, эта игра. Но лично мне графика даже на сейчасный момент, она очень мне нравится. То есть, она достаточно на уровне. В принципе, если не придираться... Ну, вот сейчас уже прыжок на атаке с азота получше получился. Плюс 25 долларов. Ну, давайте ещё попрыгаем, а почему бы, собственно, и нет. Так, занесло меня чуть-чуть. Но, так же легко мы выбрали. Вот на некоторых трамплинах пишут цифру. Это обычно означает, какая нужна хорошая скорость, чтобы этот трамплин пролететь. Так, ну, можно, конечно, ещё попрыгать, но мне лень уже. Давайте уже поплывём. Плывём, плывём такие. И приплыли. Ну, и вот нам дали 225 долларов. У нас, кстати, было сообщение, что у нас вроде как хватит денег. В принципе, может быть и хватит. Если что, заплывём сухой док ещё раз. То есть, нам предлагают улучшить лодку. Я на этой лодке ещё планирую поплавать и в этом, в Греции, поэтому нам надо её действительно хорошо прокачать. Двигатель. Сразу вот это всё дело улучшить. Закись больше не поставить. В принципе, только перекрасить ещё бы. И всё, больше мне ничего не надо. Но нам 5 баксов не хватает. К сожалению. Кажется, у вас катера можно выпускать на соревнования. Конечно, можно. Ну, давайте тогда напробуем гонки. В общем, сейчас суть. Вы проходите все гонки на этой карте, вам открывается следующее. Обычно таких гонок 2 или 3, не больше. И вся суть. Дойти до самого финального региона, купить самую крутую лодку. Также можно дома покупать, чтобы сохраняться. Бойцы выходного дня. Два круга. Такой маленький круг. То есть, такая размилька. Ей мы сейчас и займёмся. Ну и вот мы на старте. Сзади нас примерно такие же лодки. Вон ещё резиновые есть. Но наша прокачанная, поэтому она будет побыстрее. И, в принципе, преимущества у этих резиновых перед нами никакого. Вот такая толпучка. Также в игре есть оружие. То есть, можно выпускать сети, ракеты, торпеды, подводные, глубинные бомбы. То есть, очень много всего. Конечно, если вы с игрой не знакомы, эта штука вам понравится. Сейчас я вам постараюсь продемонстрировать. Вот так же есть такой резиновый параплан. Он сбрасывает бомбу. А вот у меня глубинная бомба. Сами видите, как... А вот это меня сейчас ракетой ударили. Ну, достаточно аркадное это сделано. Так, мы... Третье, нет, уже четвёртое. Нет, это плохо. За успешное применение оружия дают репутацию. А репутация нам тоже очень даже нужна. Она поможет нам быстрее добиваться новых контрактов со спонсорами, которые будут нам платить больше денег. Блин, и не взял зайки, между ними пролетел. Ну, мы уже третий, догоняем второго. Думаю, и первого успеем догнать. Сейчас главное использовать оружие. Опять у нас этот шарф. Он к меня ракетой пальнул. Ну, вот так вот аркадное это выглядит. Можно сделать фотку. Давайте вот так вот заскриним. Ну, вот как-то так, да. Всякое случается. Ну, я не буду заново начинать, даже если мы придём вторые. Ну, хоть какие-то деньги будут. Так, он резинку выпустил. О, он в сети попался. Ништяк, мы его сейчас обгоним. Дурак. Здесь у него, конечно, оружия никакого нет. Блин, он лягушки выпустил. Или это не по мне? По мне. Вон они прыгают. В общем, если они сейчас нас догонят, они нас рано или поздно догонят. Не, это не на нас. В общем, если бы они нас догнали, нас бы подорвало, и мы бы потеряли свои позиции. Свою первую позицию. Ну вот, мы доплыли. Нам дали тысячу. Плюс сейчас с нами захочет заключить контракт самый первый спонсор. Это хорошо, потому что спонсоры, они увеличивают награду. Ну и давайте сплаваем к спонсору. А почему бы, собственно, и нет. И заодно заплывем в сухой док, перекрасим нашу лодочку, а то она как-то обшарпанно выглядит. Шмель. Хм. Оригинально. Так, ну вот так же можно 20-й гудок поменять, но я не буду сейчас на это отвлекаться. Это нахрен не надо. Вот я, наверное, желтым цветом сделаю, потому что белым отсвечивает одна, когда на солнце плывешь, а вот этот цвет как-то не очень выглядит. Поэтому вот это я сам оптимально сделаю. Вот уже более-менее наша лодочка неплохо так выглядеть стала. Марка этой лодки называется Научилов. То есть, кто читал 20 лет под водой, понял название. Конечно, Научилов 6-й книги не тянет эта лодочка, но отсылки есть. Принять контракт. То есть, теперь нам будут немного увеличивать награду. Также, как я говорил, тут есть некоторое подобие в рульс-контроле. То есть, видите, стрелочка по спидометру ходит. Её нажатием клавиш со стрелкой можно поднимать и опускать. То есть, можно поставить эту метку на определённой скорости, лодка будет сама плавать. Можно не давить всё время на газ. Удобно. Так, а зачем я сюда плыву? Мне на гонку надо. Ну, так вот, на ускорительное это дело происходит. Думаю, в этой серии мы ещё сплаваем в затопленный городок. Тоже российская карта, там он как бы затопленный. И нам надо там в роли спасателя побыть. Так, здесь мы золото получили. Теперь давайте сюда. То есть, видите, у нас была награда 1000 за золото. Теперь 1250. Это вот нам только наш спонсор доплатил. Был бы очень крутой спонсор, нам бы доплачивали ещё больше денег. Всё логично. Ну, вот эту теперь надо гонку выиграть, и можно с этой карты уже отправляться дальше. Лично мне нравится по греческим картам плавать в этой игре. Ну, карибы тоже, в принципе, сделаны неплохо. Ну, Россия тоже, конечно, красиво выглядит, но просто-напросто я привык к таким пейзажам, и они уже как-то наоборот наводят тоску, если так можно выразиться. Ну, давайте сразу возьмём закись. И обгоним их всех. Тут, видите, уже более спортивные лодки появились. Но их достаточно легко можно обогнать, и эти лодки, этот петлодок очень легко доносит на поворот. И сейчас как бы нас ракетой не шуранули. Нет, нас всё-таки шуранули. Ну вот, как-то так. Вот такой вот аркадный режим гонок. Ракеты летают. Мы летаем, все летают. Надо заскринить этот момент. Не каждый день такой получается. Ладно. Идём дальше. Точнее, плывём дальше. Такс. Плывём, плывём, плывём. Я думаю, мы успеем их всех догнать ещё. Потому что, когда плывёшь одним из последних, то оружие попадается... Ну, из жанра нападения. То есть, ракеты, бомбы, торпеды. А если вы плывёте первой, наоборот, оружие попадается такое, защитное. То есть, там, сети выпустить. Этот резиновый шар со сбрасываемой бомбой выпустить можно. То есть, всё, чтобы заметить позади идущих противников. Но мы сейчас идём позади, и поэтому мы будем получать оружие нападения. Так, ну, трамплин мне не надо, хотя же трамплин даёт опыт. А вот этот ящичек, вот этот, нам надо поберять. Ну, конечно же, я его взял. Прямо так и сделал. Клевые руки ничто не исправит. Не дам я тебе зайти с караком, в принципе. Так, ускоряемся, пробуем догнать. Мы пока предпоследние, но я думаю, успеем. Успеем. Догнать их, кстати, зайти нельзя прям подряд использовать. Там должно некоторое время пройти после использования. Ну и на других лодках можно будет больше набирать. Вот, EMP-заряд. Полезная вещь. То есть, она обрубает управление всем лодкам. То есть, сейчас на повороте я его включу, и они все будут тупо плыть прямо. Главное, самому повернуть, потому что нас это тоже распространяется. Но, мне кажется, нас сейчас тоже вынесет на сушу. Ну, это не так страшно. У нас еще есть торпеда, и мы сейчас их выпустим вон по той лодке. Ох ты, как я удачно торпеду выпустил. Ну и все, поворачиваем и выбиваемся в лидера. Конечно, просто так нам этого сделать не дадут. Но ему не в этом шито, как говорится. Разгоняемся. Вот почти 100 километров в час мы несемся, но мы третьи. У меня это печально, потому что я хочу стать первым. Вот тут можно срезать вот так вот угол, хитро, но с потерей для скорости. Так, вот мы выбились в лидеры, но это лидерство еще надо сохранить. Так, сейчас главные закистики, чтобы по нам ракетой никто не долбанул. Так, ты плывешь за бочкой, да, но ты ее вроде не взял. Сразу включаем ускоритель, чтобы нас не могли догнать. Хотя они догоняют, блин, гады, догоняют еще как. Надо еще закистики. Конечно, я так и сделал, я прям взял. Так, нам только дотянуть, только дотянуть. Обгонять, нам гоняет. Нет, мы первое. Ну и все, мы первое. Выходим. И в принципе с этой картой покончено. Мы тут заняли лидерские позиции. И нам можно отправляться дальше. И нам об этом сообщают, кстати. Что новый район открылся. Идем домой. Сохраняемся. И выбираем путешествовать. И отправляемся в погромы. Также есть Гидрос, это уже греческий остров. Эль-Пучинам, это Карибы, но он пока закрыт. Нужно больше побед, а победы это в Гидросе. Но сегодня мы отправимся в погром. В Гидрос мы отправимся в следующей части. В погроме можно будет полетать на аэроплане и поспасать тонущих людей. Больше там делать нечего. Ну и в принципе это город такой затопленный. Поэтому там плавать-то и по сути и негде. Гонки устраивать. Сохранить. Ну в российских картах у нас есть дома, поэтому сохранение бесплатно. А вот на Карибах и на Греции придется покупать дома. Потому что иначе там сохранение стоит денег. Покупка домов также прибавляет нам репутации. А репутация, как вы уже знаете, нужна для того, чтобы... Это спонсоры. Более хорошие спонсоры нам предлагали контракт. Ну вот это вот квест, это... Спасать тонущих людей. Я сейчас вам для приличия покажу. Поехали. Тонущие люди, ну... Каждый спасенный тонущий человеку дает вам плюс 10 к репутации. То есть вот у нас сейчас... 527, мы сейчас спачем троих человек, потому что трое влазит в локу. И у нас будет уже 557. Так, вот целая. Тонущие люди отмечены крестиками на карте. Карта, кто еще не заметил, внизу слева. Крестики на ней. Ну и вот нам надо их в этих зарослях найти. Вот так сквозь них проплыть. Опыт, вот... Точнее, не опыт, а репутация нам сразу прибавляется. Как мы только выбираем человека. То есть даже не обязательно миссию завершить. Я вот хочу сквозь елки проплыть, но как-то... Подлагивает, подлагивает. Я, кстати, не знаю, почему системные требования у этой игры вообще минимальные. Но, скорее всего, оптимизон. Без фрапса это нормально играется. Вот с фрапсом, конечно. Так, я не знаю, куда мы выбрались, как-то мы выплыли. Вот так в наглую проплываем. Вот эти ветки все. Так, вот этот чувак. Можно также вот на крышу залететь, в виде трамплина ее использовать. Если, конечно, на более бытой скорости. Ну и все, еще один крестик. Особо я заморачиваюсь. По спасениям не буду, мне это не надо, ух ты. И врезались в стол. Что-то подлагивает у меня на этой карте, я заметил именно на этой. Так, нам надо сейчас назад, назад. Средний ход. Передний ход, я сказал. Наконец-то карта сделалась нормальной. Все, и теперь нам надо вернуться на базу. Закиси, к сожалению, на этой лодке нет. Она как бы МЧСная, спасательная. Поэтому закись на ней не предусмотрена. Ну ладно, плывем. Почему бы, собственно, и не спасти пару лишних жизней. Вот вроде облагало, и ППС вроде как более-менее стабильно стал держаться. Но вот в этих елках, конечно, почему-то подлагивало. Так, вот наш катер стоит. Мы в него убежимся. Все они благодарны за сохранение жизни. Хотите продолжить? Нет. Всё, я устал уже. Ну вот, нам дали 30 очков репутации. Давайте посмотрим статистику. Так, доступные области 3. Но это мы всё знаем. Спонсор 1 у нас. Перевезено 2 пассажира. Собрано 3 монеты. То есть 3 сокровища. Собрано 3 жизни. Так, ну и давайте для виду я вам покажу, что такое параплан. И постараюсь хотя бы один ящик в цель сбросить. На нём прикольно. Достаточно-таки летать. Управление достаточно-таки простое. При этом достаточно как-то более-менее. Ну не то, что реалистично, но как-то не слишком уж аркадное сделали они управление парапланом. То есть достаточно как-то хорошо, что у нас в этом плане получилось. Но вот эти ящики сбрасывать, конечно, немного геморно. Вон этот параплан стоит. Сейчас мы полетаем. Так, чтобы запустить двигатель и выйти на взлётный режим, нажмите и не держите поэкзи. Для приземления нажмите клавишу поэкзи доуны. Но мне пока приземляться не надо. Можно подкрылками управлять. С помощью клавиши стрелок. Вот он начал на разгон. Штурвал он так. Чтобы оторваться с поверхности, нажмите вниз. Ну, взлетаем. А почему бы и нет. И вот как-то так это выглядит. Как-то вот так. Также можно с помощью клавиши C и X маневрировать. И нам надо вот в эти красные выделенные области скидывать ящики. Скидываются они на пробел. Эй, не задеть бы, не задеть. Влетаем. Чё, я попал? Я попал. Сруто. Выпрямляем самолёт. Вот как-то тянет его упасть. Ну, парапланом я всегда хреново управлял в этой игре. Скажу честно, брать не буду. Но всё равно это выглядит эффектно, мне кажется. Даже вот в такой простенькой игре от российских разработчиков нам дали возможность полетать. То есть не в каждой иностранной игре такая возможность-то есть. Брасываю ящик. Брасываю ящик. Попал, нет? Нет, не попал. Чтобы ящики, кстати, ну, количество ящиков пополнить, надо... коснуться воды. Ну, у нас ещё есть один ящик в запасе. Потом уже придётся коснуться воды. Ну, воды я раньше времени не коснулся. Мне как-то всё понесло. Ладно. На этом, пожалуй, мы прекратим. Не люблю я, но смотрюсь, летать хоть и красиво. Но Карибы мне нравится летать. Там как-то более гетто смотрится. Так, ну и давайте сразу домой переместимся, сохранимся. Скоро у нас, кстати, будет новый спонсор, когда у нас будет 1000 репутации. А у нас сейчас сколько? А у нас сейчас 577. Ну, нормально. Ну и на этом я, наверное, завершу свою серию. Следующую серию мы начнём уже в Греции, в городе под названием Гидрос. Будут там гонки проходить. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. Она есть в описании к видео, как и вся подробная информация. Ну, а я с вами прощаюсь. Если есть пожелания, предложения или жалобы, пишите в комментарии. Как себя по традиции чаще, сохраняйтесь. Ну всё, всем до скорого. Пока. С вами был Мирсириус 12. С вами был Мирсириус 12.